Миссия для тех, кто не слышал весть. Вопрос. Достаточно ли оставаться в своих городах или идти нести благую весть другим народам? Давайте вместе сегодня попробуем ответить на этот вопрос, и да поможет нам Бог. Спасибо вам большое за то, что вы присылаете ваши отзывы о нашем служении. И сегодня по нашему обыкновению я хочу зачитать некоторые из них, которые особенно трогают наши сердца. Уважаемый Александр, на протяжении последних нескольких месяцев увлеченно смотрю многие ваши выпуски. На данный момент я нахожусь в Китае и хочу сказать, что здесь я нашел наших братьев. Благодарность Богу за ваше служение и верю в то, что Бог не оставит то дело, что Он делает через вас и всю вашу команду. Из-за разницы во времени я не могу присоединиться к прямым эфирам, но все смотрю в записи и делюсь с родными. Спасибо. Следующее. Смотря на ваши лекции, я убедился, что Библия называет Ветхим Заветом не книги, а служение и спасение в земном святилище. Даже вашу книгу читаю, Евангелие в Ветхозаветном святилище. Очень глубокое. Спасибо вам за служение. И сейчас вашему вниманию хочу представить нашего постоянного эксперта, пастора Александра Болотникова. Александр, я очень рад, что мы можем продолжить с вами изучать Священное Писание. Сегодня нашему вниманию представляется памятный стих, я очень хочу его зачитать. «Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час». Стих из Матфея, 15 главы, 28 текст. Но прежде чем мы перейдем конкретно к этой женщине и ко всей ситуации, которая произошла там, я хочу вам задать вопрос исторически-географический, так сказать. И вопрос такой, как исторически складывалась ситуация в отношениях народов? Почему конкретно были взяты Тирские и Сидонские страны? И как они вообще связаны с народом Израиля? Ну, здесь нам нужно прежде всего говорить о ситуации в первом веке нашей эры. Вот, потому что, ну, можно взять, конечно, заранее, ну, далекая история, это отношение Соломона и Хирама. Вот, но, как говорится, это время уже прошло, потому что Финикия во времена Соломона, вообще, второй век, второе тысячелетие до нашей эры, это был вообще очень... Это как Сингапур сегодня, то есть это очень такая мощная торговая морская держава. Но сегодня, на момент, когда уже Иисус, значит, это время Иисуса, то это, конечно же, как государство, как такой торговый, я все ищу себе подобрать слово по-английски, powerhouse такое, ну, такое, то есть мощная такая торговая держава, вот, которая имела массу колоний, да, ведь финикийцы имели колонии по всему Средиземноморью, включая Фарсис, Карфаген, но сейчас этого всего нет, то есть римляне, Римская империя стала мощной силой именно после того, как они выиграли пунические войны, да, то есть против Карфагена, против Ганнибала, ну, а сам Тир с Сидоном, их еще при Александре Македонском, они были покорены, и после этого непосредственно, так называемая, если говорить, уже метрополия, этой всей колониальной торговой империи, она ушла в упадок. Поэтому здесь, как бы, это просто была часть Римской империи, вот, поэтому то, что мы видим здесь из написанного Евангелия от Матфея, да, он отправился в страны Тирские и Сидонские, это все провинции Римской империи, это здесь, поэтому здесь нужен именно правильный такой контекст, ну, поэтому здесь больше география играет роль. У нас Матфея 15 глава, да, это, конечно же, Иисус в Галилее находится, вот почему, потому что, как бы, здесь мы можем видеть, с одной стороны, значит, 15 глава начинается с тем, что Иисус встречается с юрсалимскими фарисеями и книжниками, то есть это здесь, как бы, интересный вопрос, почему, потому что, ну, до этого, 14 глава, Иисус находится на море Галилейском, значит, он утихомиривает бурю, да, и после этого, вот, тут история, что с ним начинают дискутировать по поводу ритуальных омовений рук, то есть пусть вот эти вот фразы, иерусалимские книжники, они не сбивают нас, то есть Иисус не находится в Иерусалиме, да, то есть они к нему приходят, ну, по-видимому, они не просто к нему приходят, они просто приходят там в какой-то, где он там, Капернаум или Хоразин, там масса всяких этих городков. В этот момент они просто находились там. Да, они просто находятся там, и, естественно, тут же Иисус вокруг себя собирает народ, и они с ним решили подискутировать, вот, но после этого у нас, как начинается, выйдя оттуда, а, то есть откуда, от того места, где он дискутировал с этими, значит, книжниками и фарисеями. Он отправляется в страны Тивские, Зидонские, ну, то есть в северном направлении он движется. То есть сегодня есть, допустим, самая крайняя северная точка Израиля. Это, ну, Нагария называется. Там рядом находится известный крестоноский замок Акко. То есть и там дальше уже начинается Ливанская граница. Но, в принципе, вот, если мы говорим о Северной Галилее, Иисус часто ходил вот в этих пределах, потому что мы знаем Кесария Филиппова, где Иисус говорит Петру, ты камень, да. Это тоже северные пределы израильской территории. То есть это была вся часть вот этой римской провинции Галилеи. В то время там был соответствующий тетрарх, вот, поставленный Римом. Да, ну и, соответственно, поэтому Иисус решил пойти вот, как бы, в северном направлении. Хорошо, спасибо вам за столь подробный ответ. Нет, хотелось бы перейти уже непосредственно к ситуации, которая произошла в данный момент. И хочу зачитать из Евангелия от Матфея, 15 главы, с 21 текста. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирский и Сидонский. И вот женщина, Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, спросили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». У меня вопрос. Почему у Иисуса такое в данный момент поведение, что она кричит, но он ей не отвечает, своего рода игнорирует, что даже сами ученики уже не выдержали, подступили к нему и начали говорить, «Ну, ты что-нибудь сделай, отпусти ее». Ну, вот, кстати, здесь необходимо прочитать 24 текст, потому что сама интрига этой истории, она в 24 тексте в ответе Иисуса. И здесь, наверное, тут не только этот ответ, тут нужно читать до 27 текста. Вот я бы уже прочитал это. С удовольствием, да. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Вот это очень важный момент здесь. Почему? Потому что, когда я читал в уроке субботней школы, то я не знаю, честно говоря, чем руководствовались авторы этого урока, пытаясь аргументировать. Периодически в уроках субботней школы доносится такая идея. Идея, вот, потому что этот урочник, он сборный. И я, значит, ну, наш президент нашей конференции написал один из уроков, по-моему, десятый. Потому что его же писали, значит, авторы вообще этого урока, урочника. Они, значит, работают в отделе адвентистской миссии при генеральной конференции. А адвентистская миссия как раз ее цель, когда-то их называли глобальная миссия, но ее цель – именно работать с проповедью Евангелия для тех народов, которые, ну, не достигнуты этой проповеди. Вот, как бы все это хорошо, но меня лично, как библеиста, ну, иногда умиляет те тексты, которые они используют для того, чтобы, как бы, свою определенную раскрыть тематику, важную тематику, вот, миссии к народам, вот, кстати говоря, да, что это вообще, собственно говоря, как устроена адвентистская миссия. Дело в том, что там есть несколько так называемых центров целенаправленной евангелизации. Есть центр евангелизации мусульман, есть центр евангелизации иудеев, есть центр евангелизации буддистов, потом Южная Азия, то есть это индуисты, и еще потом постмодернистская, то есть это больше уже такому они направляют европейцы, постмодернистский такой центр. То есть их пять, ну, я не помню, может быть, даже есть шестое, не помню уже там по евангелизации городам, но в любом случае я просто то, что лично по моей, по моему роду деятельности, то меня касаются вот эти четыре центра, направленные к представителям разных религий. Ну, и, конечно же, я знаю директоров этих центров. Они, конечно, братья очень посвященные, хорошие, но они практическое богословие. Я иногда смотрю, как они используют библейский текст. Ну, и понятно, что они, конечно же, не специалисты в экзегетике Нового Завета. Поэтому, когда ты прочитал этот отрывочек, я себе понимаю, что они делают. Они берут памятный текст, вот, вера твоя спасла меня, вот, и они пытаются показать. Видите, Иисус ходил к серафиникиянам, то есть, типа, пытаются из этого сделать что-то, но, честно говоря, текст совершенно вот как раз говорит о другом. Его как раз, он очень интересный сам по себе этот текст, потому что здесь он прямо говорит, обрати внимание, да, во-первых, он говорит, я послан. То есть, я к тебе вообще не послан. Иисус говорит, что ты ко мне пристаешь? Я к тебе вообще не послан. Она продолжает его просить, он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Это он вообще про что? И о ком? И о ком? Да. Вот. Ну, что такое хлеб в данном случае? Его слово. Ну, естественно. То есть, его служение, то есть, он говорит, что вот его, мое служение к погибшим опсам до... Орода Израиля. Да. Получается, тогда, кто такие псы? Причем, интересно, она отвечает. Ну, и псы едят крохи. То кто такие псы здесь? Говорил о язычниках? Ну, во-первых, она говорила и про себя тоже. Да. То есть, извините, он ее... Что? Оскорбил? То есть, представляете? Представляете ситуацию? Ты где-нибудь вообще видел, чтобы Иисус кого-то оскорблял? Нет. То есть, ты понимаешь, в чем этот текст интересный? Он, в общем-то, отказывается ей помогать. Ты видишь это, да? Да, я наблюдаю. И меня всегда, уже много лет, смущали эти тексты на самом деле. Вот, признаюсь вам честно. И мне тоже очень интересно, как вы все это прокомментируете сегодня. Да-да, это текст очень непростой. И ты не зря начал с того, чтобы задавать мне вопросы о географии и об истории. Потому что этот отказ, он непростой. То есть, ну вот, мы видим, да, то есть, Иисус отказывается. По началу. Да, он отказывается. То есть, извините, что Иисус не понимал, что надо идти к другим народам. Ну, про Иисуса же не скажете. Были бы апостолы, которые бы отказывались. Это еще мы могли бы это как-то понять. А тут Иисус прямо говорит, эй, слушай, я вообще не к тебе пришел. Подожди. А тут не подожди, типа, уходи. Даже не подожди. Иди отсюда. Что ты сюда вообще пришла? Я не к тебе пришел. К Дому Израиля. И вот здесь самая главная проблема. Здесь несколько вопросов. Сразу возникает, почему я сразу показал. Вот, Иисус находится в Галилее. Я абсолютно уверен, что ты много раз читал Евангелие. Ты когда-нибудь помнишь историю, вот, чтобы, ну, давай так возьмем. Вот в каких географических местах находится Иисус, когда мы читаем все четыре Евангелия? Два главных географических места. В Галилее. Да. И Иерусалим. И Иерусалим, да. Да. Ну, вот самаритянская деревня, где он на пути остановился. Это изначально. Так вот. Вот тут идет поискание. Вот он в Иерусалиме. Вот он в Галилее. Дальше опять в Иерусалиме. Дальше в Галилее. Все. То есть, ну, вот, когда Иисус делает чудеса, да, какие делает чудеса он? Абсолютно разные. Исцеляет людей, изгоняет бесов. Два. Ну, что еще? Ну, воскрешает мертвых. Воскрешает мертвых, да. Самый. Ну, понятно, там можно говорить слепых, отверзает. Исцеляет. Ты знаешь истории, когда Иисус в Иерусалиме кого-то исцелял? Да. Но географически связать это сейчас. Ну. Исцелял. Ну, например, в купальне Вефеса. Да, да. В купальне Вефеса. В курализованного, да. Да, да, да. То есть, Иисус в Иерусалиме исцелял. Конечно. А бесов он в Иерусалиме с кого-то изгонял? Я не знаю, где это было. Изгонять изгонял. Вот я лишь задумался вообще над этим вопросом очень серьезно. Почему? Потому что, ну, в первую очередь, вот так если разобраться, вот эта вот одержимость бесами. Ты, кроме Евангелия, где-то в Библии об этом читал. Ну, вот, то есть это какая-то вещь, которая вот я всегда люблю просто как исследователь, как библиист, как специалист в иудаизме и христианстве вот в этом области. Я всегда, как говорится, люблю подчеркивать такую вещь, часто мои, наши зрители могут это слышать, что вот в Новом Завете особо ничего нового нет. Да, да. То есть, это многие... Иисус не изобретает новые заповеди, Иисус не говорит какие-то вещей, которые не знают те же фарисеи. Фарисеи, взгляды Иисуса на законы, взгляды фарисеев, там какие-то главные заповеди в законе, с кожи. Мы это все время подчеркиваем. Но есть одна вещь, которую вот я нигде не видел. Ни в пророчестве, нигде. А вот это вот бесы. Вообще, как таковое вот в Ветхом Завете ни разу даже такого... Ни описания, ни опыта нет. Ничего. Исцеление прокаженного Неймана есть, там другие случаи есть, а вот нету. Даже воскресенье и смерть есть, да, помнишь? Вот это Илья, Елисей, сколько чудес-то было. То есть, как бы, то, что Иисус как чудотворец на земле, это не уникально. Вот, я говорю, были Илья и Елисей, пророки, они тоже были пророки-чудотворцы. А вот бесы первый раз. Почему? А вот в чем проблема. Здесь вопрос географии. Когда я вожу туристов по Галилее, я это подчеркиваю. Дело в том, что вообще, вот, если мы посмотрим на интересное такое маленькое, коротенькое высказывание, которое можно найти в книге пророка Исаии, вот, Исаия 9.1. Давай прочтем этот текст. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Ты обратил внимание на употребление слова Галилея? Да, 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 языческая. Оно единственный раз в Ветхом Завете появляется здесь. Ветхом Завете языческая. И называется языческая. Одну минуточку. Почему она называется языческая? Давай посмотрим. Ну, вот, что такое Завулонова земля, Нефалиимова? Что это такое? Ну, Нефалиим, Завулон – это колено. Из колена, да. Это колено Израиля. То есть, если посмотреть на карту распределения колен, то колено Завулонова, колено Нефалиимова, они находятся как раз-то самые северные колена. То есть, они как раз, их земля вокруг Галилейского моря, и там, чуть туда, к востоку, находится еще земля колена Данова. Но, если мы говорим, земля Нефалиимова – это как раз, где был позже основан население Нацерет, которым рос Иисус, да. Ну, и земля Завулонова, она непосредственно граница. Это граница, ну, сегодня мы бы сказали, это ливанская граница. А, естественно, в те времена, если мы берем второе тысячелетие нашей эры, когда колено расселились, то это, естественно, у нас уже получается граница с Тиром, да. То есть, и вот здесь тут Приморский путь, Приморский путь, вот, те, кто нас смотрит из Израиля, вот, то вы его очень легко узнаете. Это сегодняшняя дорога, которая из Хайфы на Тель-Авив и туда дальше на Ашкелон, Ашдот, вот, идет. Ну, и, естественно, когда идешь, проходишь Хайфский залив, вокруг обходишь, идут северные, так называемые, краеты, вот, и туда уже на Аку и на Гарию. Вот это вот Приморский путь, вот, а, естественно, Зайорданская страна, тоже географически, это вот у нас есть два истока Иордана, которые на севере есть, да, потому что сам Иордан, он, река Иордана, вытекает из Галилейского моря. Но туда, когда направляешься чуть к востоку, так называемые Голландские высоты сегодня, да, известные, то это вот Галаад, то есть это тоже вот эта территория. То есть, ну, тут надо посмотреть, что дальше написано в книге пророка Исаии. Вот, читаем второй текст. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Угу. То есть, тут, как бы, вот, Галилея языческая, народ, ходящий во тьме, это все очень неслучайные тексты. Да. Вот, и заканчивается этот пассаж вот таким важным пророчеством, шестой текст. Ибо владенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудесный советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. О, тут слово чудный имеет большое значение, потому что пелле – это одно из имен Мессии, да, то есть это явно говорится о ком? Об Иисусе. Да, да. То есть, но, то есть, контекст, ну, я думаю, что шестой текст про рождение младенца известен очень многим, правда? Вот, как Кристос наступает, так у нас все это и хоры в церквах поют, и люди это резко. Это самый известный текст, если говорить о Библии, который на Кристос упоминается, так если говорить, да? Да, но, вот это ибо, да, оно, то есть, как оно связано? А вот тем, что народ, то есть, ходящий во тьме, вот свет воссияет, как воссияет свет на народ, ходящий во тьме, потому что родился Спаситель, да, то есть это воссияние света на народ, ходящий во тьме, так? Но вопрос, почему здесь народ ходит во тьме? Ну, я думаю, очевидно, абстрактный ответ, все мы ходим всегда во тьме, но тут не просто абстракция. Тут очень конкретные вещи, которые загоняют народ во тьму. И это нужно читать от восьмой главы книги пророка Исаии. Вот давай сразу почитаем. От Исаия, восьмая глава, с девятнадцатого по двадцать первый текст. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. То есть ходить по земле, угнетенные, голодные. То есть отчего они такие несчастные, как мы здесь в тексте читаем? От того, что они обращались не к закону, не к Слову Божьему, а к чародеям, чревовещателям. То есть колдовство, оно ведет людей к страшному мраку. То есть колдовство является очень важной такой причиной упадка народов. И сегодня мы, например, видим, да, если, допустим, вот Африку, да, то, кстати говоря, вот все спрашивают, почему Африка и так далее, и так далее. Ну, видно, что там страшная бедность, войны, голод постоянный. Хотя Африка – это один из богатейших, да, континентов. Когда-то Ломоносов сказал, Россия будет прирастать Сибирью. Так вот, богатство Сибири меньше, чем богатство Африки. Ну, вот такая вот ситуация. А причина этой ситуации, с этим постоянно сталкиваются миссионеры. И я знаю многих хороших миссионеров. Вот ты тоже, получается, уже у нас миссионер, побывавший в Африке, да, вот, в Кении. Ну, и, соответственно, как бы то, с чем сталкиваются. И в других вот таких вот местах. Это то, что там такой уровень колдовства, чародейства. Вот эти... У меня наш хороший друг Ливни, да, он постоянно говорит про родину своего отца, Гаити. Он говорит, почему Гаити – это самое, да, вообще, самое последнее место по всем категориям. Это вообще, как такого государства вообще нет. Там полный, как говорится, беспредел, анархия, все что угодно. Причина, я считаю, что я с ним согласен, Вуду. Вот это вот. То есть вот он говорит о том, что если будете вот этим заниматься, вызывателями мертвых, вы погрузитесь в эту тьму. И кто приходит спасать народ свой из тьмы? Иммануил. Иммануил – младенец. Младенец. Причем земля Заволонова, земля Нефлиимова, Приморский путь, Галилея – все это, что называется, места, где Иисус проводит, ну, львиную долю своего времени, своего служения. Вот. Но вопрос в чем? Почему Галилея? То есть мы поняли причину, да, вот что он именно. То есть Иисус становится для этих мест цветом во мраке, которые погружены эти места в результате вот этого колдовства и прочего. Вот. Но почему Галилея называется языческое, когда там колено Израилевое? Произошло смешение? Да. Вот, если мы поедем на тур по Израилю, то я обязательно, я эти все вещи показываю. Сначала мы заезжаем в одну деревню галилейскую, где остатки старой синагоги, и таких очень много. Деревня Хоразин, деревня Магдала, деревня Капернаум. Там везде есть синагоги. А есть соседние места, недалекие, типа Кесария Филиппова. А называется она по-арабски не так. Она называется Баниас. Паниас – это по-арабски, ну, в честь бога, греческого бога Пана. А Пан – это такое существо с коровьими копытами, типа как бог пьянства и вина. Вот. И там такое капище. В таком красивом месте. Там вытекает этот один из истоков Ярдана. Такая живописная. Вот оно все так... Такое, как... Журчит вода Ярдана. Чистейшая. Чашечку можно взять. Попить ее, потому что она вот только с той горы, вот с этого истока выезжает. А там наверху такая пещера. И такие там остатки этого, как говорится, всех этих мерзостей языческих. Ну, вот недаром я привел этого Пана. Почему? А потому что как Пан, вот он же по-римски, Бахус, это чего? Это попоечки, это урги, это там... Распорт. Если посмотришь, там всякие вакхи и все это. Ты видел вот эти картиночки, ну, картины с художников Ренессанса, эпохи Ренессанса? Там, когда они этого Пана и Вакхова этих, ну, в общем, всех этих товарищей богов греческих с коровьими ногами рисуют, то там человеческие женщины все голые. Да. Ну, так оно же так и было. То есть... Ну, и вот посмотрите, что получается. Получается так. Вот находится здесь еврейское село. Вот здесь синагога, вот здесь все. А вот здесь подростки бегают. С горы посмотрел. Па-а-а-а! А там такая прелесть. Ну, чего я буду слушать этого фарисея Равина? Он читает сторы. Я уже дослышал, мне неинтересно. А вот там вот той пещерки такая красивая. Как говорится, вечериночка идет. Еще раз. Еще и дружище меня манит. Пошли. Посмотрим. Убежим, как говорится, с нашего, как говорится, праздника. Да, убежим. Посмотрим, как там втихаря, да, от родителей. Чух-чух-чух. Убежали, убежали. Подбегают. А там заходи, дорогой. Костям зудись. А начинается все с вина. Потом секс. А потом колдовство. И приходит этот еврейский юноша обратно. Домой. А родители не знают, что с ним делать. Потому что он и бесноватый, и глухой, и немой. И доходился по Галилее языческой. Ведь почему языческой Галилея стала? Потому что, ну, дело в том, что когда евреи, иудеи, если правильно говорить, стали возвращаться из Вавилонского плена. Даже вот, например, Иосиф Мария, с какого колена они были? Иудина. Иудина, правильно. А Назарет, мы говорили, это земля Нефалиимова. А что они там оказались? А потому что их семья возвращалась позже. Там же несколько было волн возвращения из Вавилонского плена. И когда они оказались уже, вернулись в землю Израилеву, то в Вифлееме, куда они ходили потом уже записываться, ихний город, а там уже не развернешься. Поэтому семья Давидова вообще, как ты думаешь, она была маленькая или большая? Я думаю, большая была. Благодаря чему? Многожелству. Правильно, правильно. Спасибо товарищу Соломону. Семья Давидова была очень большая. Поэтому в тех землях вифлеемских, в которых жил когда-то Есей, папа Давида, там уже его потомки не помещались. Поэтому те, кто возвращались позже, они поселялись на землях галилейских. А там уже жили всякие, которые эти земли, как говорится, захватывали. Да те же сферафиники они, потому что ассирийский царь в 722 году, и нефалиимовцев, и завулоновцев, вернее, завулонян, как правильно лучше по-русски сказать. Он же их всех увез туда, на реку Газан, и след их простыл. А земля стоит. И неплохая земля. Естественно, она заселится. И вот, как говорится, иудеи, возвращаясь уже в Иудея самой, на территории колена Иудиного, вот той родовой, как говорится, вотчины колена Иудина, там уже было перенаселение. А Галилея неплохая. Ну что, давайте будем селиться в Галилее. Но уже же они, это же не история завоевания Ханаана Иисусом Навиным. То есть, уже там селились, где была возможность, и получилась вот такая через полосица. А тем более, это была же земля, они уже, сначала это была территория Медоперсидского империи, потом территория Астелевкидского царства, потом это стала Римская империя. Поэтому тут особенно не выберешь. Вот, ты живешь, где живем. То есть, да, если люди, которые сегодня, да, ты живешь где-то, вот, как бы, как многие из нас живут, да, то есть, я в свое время рассмешил моих коллег, когда мы делали доклад на заседании комитета, вот, это было лет 15 назад, и я там написал в своих слайдах, которые я делал презентацию, вместо слова Портланд, я Т поменял на Н, ошибочно. Все стали смеяться, а как я переехал туда, так я понял, что это была... Не ошибка. Это была правда. Там самая большая плотность, вот, особенно именно в городской черте Портландо, стрип-клубы на каждом перекрестке, на каждом перекрестке. И вот, я знаю, очень много русскоязычных христиан живет в Портландо, вот, они живут в таких вот. А как стали легализовывать эти наркотики, так сейчас на каждом перекрестке, и этот магазин, каннабис. то есть, вот те же, вот, сегодня наш вызов для молодежи, это вот стрип-клубы, эти наркотические магазины легальные, а тогда это были... Орги в честь богов. Орги в честь богов, а потом вызывание мертвых, и пошло-поехало. И вот возвращается этот еврейский юноша обратно погуляв, и у него бесы. Поэтому приходит Иисус с Галилея и Иерусалима, сразу к нему бегут, вот наш сын бесноватый, вот то, вот то. То есть, поэтому вот здесь, когда мы читаем, значит, Матфея 15 глава, вот что имеет в виду Иисус, Матфея 15, 24, говорит, «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». То есть, эти овцы, они запрели... Он не даром говорит об овцах, да, вот. Сразу мне, первую очередь, я не знаю, вот у тебя сразу ассоциация на какие еще слова Иисуса? «Я пастырь добрый». «Я овец мой». «А у меня на притчу о пропавшей овце, где он ее ищет?» Вот он этих овец пропадший. «Заблудших, ага». Да. Вот он этих овец заблудших приводит родители такого паренька. И он с этих заблудших... И вот это заблудшая овца, которая заблудилась к язычникам, и сейчас в этой овце бедной бесы живут. И он их давай изгонять. Вот поэтому у нас, вот, именно в Евангелиях, именно где много описано, Матфей, Марк, Лука, там обязательно, когда Иисус в Галилее, он всегда будет изгонять бесы. И вот здесь, этими словами, он прежде всего, вот, не говорит, что я тут имею какое-то, вот, значит, у меня тут есть определенная, вот, национация, которой я работаю. А здесь это не просто так, а это вот, он идет к, вы по этим селам, и спасает этих детей, молодых людей, некоторые не такие молодые. Вот этот, какой самый, тебе приходит на память, случай, самый такой бесноватый, самая такая ситуация, где Иисус, что называется, схлестнулся с бесами. Когда тот одержимый выскочил, который рвал на себе цепи, волой ходил из... Да, в агробан, да. И он был, который он отправил в свиней, и они кинулись. Ну да, то есть, это тоже, и он же с ним сказал, пойди расскажи, то есть, его они отправили, не знали, что с ним делать, все, он был безнадежен, то есть, никто ему ничего не мог помочь. Вот, никакие таблетки, ничего. Вот, если бы Иисус не пришел, и именно этот легион бы не выгнал, то, а кто бы еще бы это сделал? А как только он стал нормальным, он его послал свидетельствовать. Он его послал свидетельствовать, потому что, вот, еще один момент, изгнание бесов, это по еврейской традиции, один из признаков Мессии. Даже так. В Талмуде написано, Мессия придет и исцелит слепого, глухого и бесноватого. А почему? Ну, дело в том, что, когда, вот, ранее, вот, в ранней, как говорится, раввинистической традиции, так будем говорить, вставал неразрешимый вопрос, то есть два пути неразрешимого, вот, как разрешался, как развязка неразрешимого вопроса. Первый путь это Илья Пророк помогал, потому что он же живой, но когда очень сложный случай, только Мессия может помочь. Оставляли до его прихода. Ну да, никто не понимали, что этот вопрос Илья Пророк не решит. Илья Пророк обычно приходил для того, чтобы ободрить, так, поддержать морально, а тут уже, извините, что этому несчастному во гробах ему Илья Пророк не может помочь. Только Мессия. Только Мессия. Поэтому, вот, это был один из самых таких вот ситуаций, поэтому вопрос только заключается, а что же он не хочет тогда вот этой Серафии Никьянке, которой дочь беснуется. Это был мой следующий вопрос, между прочим, потому что даже если взять желание веков книгу, да, Елены Уайт, там есть, вот, цитирую, фанатизм евреев препятствовал распространению света. Что это было такое за фанатизм? Что они боялись? Ну, здесь я не совсем до конца понимаю, опять же, почему это, к чему это относится. То, что, да, есть фанатичные евреи и сегодня, да, например, в Нью-Йорке там определенные хасидские группы, которые, ну, как бы, очень-таки изолированные и так далее. Ну, это мы понимаем. Но здесь, как бы, это совершенно, здесь история немножечко совершенно другая, потому что что делает Иисус? Почему Иисус вот ей не хочет помогать, когда у нее бесноват? Тут основной вопрос заключается в том, а какой смысл, да, вот, если, извините, пришла блудница с венерическим заболеванием, то надолго ли поможет лечение этого венерического заболевания? Иисус, вот, он, у него подход очень такой глобальный к каждому человеку. Вот, этого, кстати, многие христиане сегодня не понимают. Многие, вот, допустим, я помню, в Нью-Йорке, когда был пастором церкви, то у нас была недалеко такая большая харизматическая церковь, и они тоже привлекали многих евреев, с Брайтона, я тут с ними тоже общался, и сразу же вопросы первые, да, когда я приглашал к нам в церковь людей, а у вас в церкви есть исцеление? А это вот сами исцеления ради исцеления. А что дальше? Вот, Иисус очень чётко говорит, что толку человеку приобрести весь мир, а душу свою стерять. То есть, что хочет Иисус от этой серафиники Янки? Во-первых, когда она ему говорит последнюю фразу, «Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господых». И тогда только Иисус говорит «Велика вера». Он убеждается, то есть, ну, так я говорю, вообще в удаизме это такая развилась такая традиция, что язычник, который хочет обратиться в удаизм, он должен Равина убедить в том, что он действительно этого хочет. А Равин пытается ему бросить такие вот как бы разные каверзные вопросы, пытаясь его сбить. Вот здесь немножко такой похожий вариант. в свое время традиции ортодоксального иудаизма значит этот язычник, который хотел стать иудеем, должен был по отдельности с тремя Равинами поговорить и каждый из Равинов должен сделать был все, чтобы его разубедить в своем, а он должен наоборот на своем настаточном. Тогда человек явно готово. Какой смысл исцелять дочку язычницы, которая имеет бесов, если завтра эти люди опять пойдут в эти капища и будут опять вызывать духов? Какой смысл исцелять человека, у которого поднялось давление до 240 от того, что у него холестерин выше всех возможных норм, если он почувствовал себя легче, завтра опять будет есть сало. Поэтому Иисус говорит, вот, я к погибшим дома израиля. Тут понятно, тут эти дети, как говорится, заблудились своих искушениях, и я их вытащу на свет, вот, как пророчество говорит, и вот они будут иметь возможность спасти. А эта финикиянка, куда она хочет? Она хочет к Богу или она просто хочет? Потому что ее дочь уже, как говорит... Потому что она мама, и она видит, что с дочкой что-то не то. Нет. вера, то есть Иисус обнаружил в ней, убеждается, что у нее таки есть вера, и вот тогда он исцеляет ее дочь. Аминь, и слава Богу за это. Плюс ко всему мы знаем, что Господь умер за все эти заблудшие души. И он на собственном примере показал, что нам нужно идти за пределы своих городов, за пределы своих зон комфорта, идти благовествовать и нести весть о спасении. Ну, естественно, вот, когда мы говорим, вот, честно говоря, когда я вот читаю название этого урока, потому что я в этой области работаю, то есть тут вопрос основной, как это теперь отнести не... То есть мы разобрали историческую составляющую этого вопроса, и почему Иисус так говорил, но на самом деле тут нужно увидеть, да, если для иудеев в то время сирокфиникияне это было за зоной комфорта и совершенно, как говорится, недостижимая, как говорится, группа населения, то сегодня у нас ситуация другая. Сегодня я вот с этим столкнулся лично, слава Богу, Дух мне святой подсказал, как и что говорить, но несколько лет назад я серьезно говорил с индуистом, и что я обнаружил, я обнаружил, насколько эту группу людей трудно достичь, а буддистов еще трудно, наверное, самое трудное я обнаружил, да, вот не знаю, почему-то все время у нас в церкви говорят, мусульман труднее все достичь, нет, ты тоже не согласен, не согласен, не согласен, не очень близких, да, 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 и я тоже не согласен, ну, понятно, там, всякие талибы, но вот если взять основную большую массу мусульман, не тех, которые там бомбами себя обвешивают, то очень много точек соприкосновения, правильно? Да. Вот, по своему опыту я уверен, что ты знаешь, вот, а самая трудная группа, которую достичь, я обнаружил, это буддисты, же там все не так, мусульманину назовешь Новый Завет инчилом, уже становится понятно, о чем речь, мусульманину скажешь, вот, пришли мы даже в этот вак, в который занимается вот этими святыми местами, на Храмовой горе, мы их снимали там, я этому объясняю арабу, говорю, смотри, это, это же, говорю, мы про пророков снимаем, вот, разговор, разговор, а есть такие народы, такие религии, где им непонятно, ни Иисус, ни пророки, ничего, и вот это вот, то, что сегодня является таким вызовом для нас. Будем идти, помолимся. Всемогущий Господь, научи нас и мудри нас, Господи, как правильно проповедовать тем людям, которые совершенно в другой культуре воспитывались, как правильно нести Твое Слово, Твое истину и Твою любовь. Наш Господь Спаситель Иисус. Аминь. Аминь.